Парламентские выборы 26 октября аналитики называют судьбоносными для Грузии. Две противоборствующие силы в стране – это партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет, и коалиция проевропейских сил страны. Политика, которую проводит нынешняя власть в Тбилиси, всё больше затягивает Грузию в орбиту Кремля. За последний год в Вашингтоне заявили о пересмотре отношений с Тбилиси, а Брюссель фактически заморозил интеграцию страны в ЕС. Здесь дело идёт, в первую очередь, о сохранении государственности. Если, не дай бог, грузинская мечта побеждает, то здесь не только проблема в том, что у Грузии возникнут проблемы на пути европейской интеграции, на пути европейской интеграции, но здесь будет проблема государственности, потому что Грузия окажется в ассальной зависимости от Российской Федерации, как сейчас Беларусь. Всего в выборах будет участвовать 19 партий и коалиций, но преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохода в парламент, согласно соцопросам, смогут 6 из них. Это правящая грузинская мечта и оппозиционные единства за Грузию, коалиция за перемены, сильная Грузия или борисская партия Грузии. Самая популярная остаётся грузинская мечта. За неё готова проголосовать примерно треть избирателей. Поддержка оппозиции оценивается без малого 60%. Для сохранения своей власти грузинская мечта, по данным экспертов, активно использует админресурс и шантаж населения. Сейчас 300 тысяч человек Грузии, они заняты в государственных структурах на центральном уровне, на местном уровне. Их тоже запугивают, что мы будем контролировать, и если вы не будете голосовать о грузинскую мечту, вы потеряете свои посты. К сожалению, даже в церковной власти есть служители, которых используют грузинские мечты тоже для агитации. Основой предвыборной агитации грузинской мечты является страх перед войной. Представители власти пугают избирателей якобы украинским сценарием в случае победы оппозиции. Её, в свою очередь, грузинская мечта называет партией войны и угрожает с ней расправиться. Действующий президент Саламезу Рабешвили не исключает даже своего ареста, если власть мечты сохранится. Кроме того, в случае своей победы на выборах правящая партия обещает запретить все главные оппозиционные силы. В честности, самую крупную единое национальное движение. Её обвиняют якобы в разжигании войны 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию и оккупировала Абхазию и Южную Осетию. В случае получения конституционного большинства мы на уровне конституции запретим национальное движение и партии сателлиты. А за совершенные в отношении населения Грузии преступления, в том числе за самое тяжкое, за войну, национальное движение и партии сателлиты будут наказаны по всей строгости закона. Бедзина Иванишвили, почётный член партии «Грузинская мечта», премьер-министр Грузии в 2012-2013 годах на предвыборном митинге. Прошедший в Молдове первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции показал колоссальное вмешательство Москвы в избирательный процесс. Такая же ситуация может повториться и в Грузии, считают в Институте изучения войны. Там отмечают, что Кремль приложит все усилия, чтобы сохранить власть правящей партии, получить контроль над Грузией и распространить своё влияние на Южном Кавказе. Андрей Дмитренко для телеканала «Фрида».